Встречу со своим заместителем, которая прошла в спокойной эмоциональной обстановке, а третья встреча уже не состоялась. Третья встреча, фактически мы получили положительное решение на ответ на наш вопрос. Одним словом, Марина Анатольевна, вот упустить вот этого демона, который вырывается из ваших рук, очень легко. То есть сдерживать эмоции сложно в таких ответственных переговорах. Скорее всего, здесь тоже используются медиативные компетенции, хотя используются они представителям. Вот здесь я не вижу конфликта интересов, потому что представитель честно открывает свою роль в этом процессе. А та ситуация, о которой вы рассказали, это, конечно, на самом деле происходит подмена понятий, и клиента разводят, грубо говоря, из-за того, что у специалиста гораздо больше знаний в той области, чем у клиента. Поэтому, конечно, желательно этому противодействовать путем профессионализации и объединения в организации медиаторов, которые сообща могут противостоять и вот этому негативному явлению. Может быть, с выходом на торгово-промышленную палату Ижевска, может быть, на другие бизнес-ассоциации. Я сама руковожу центром примирительных процедур при палате. Значит, если вы располагаете ресурсами определенными, Марина Анатольевна, надо постараться направить эти ресурсы на пропаганду честных принципов медиации. Когда вы честные принципы медиации раскрыли, то это означает, что никто не имеет преимущества, независимо от того, насколько высокое или низкое положение занимает в социальной иерархии, насколько велика и, наоборот, слаба экономическая мощь, политическое влияние, все в равных условиях. Вот тогда вы проникнетесь большим уважением со стороны целевой аудитории. И мне кажется, что вы найдете свою клиентуру в этом случае. Спасибо большое. Ну тогда все. До свидания, Марина Анатольевна. Всего доброго вам.